КОЛХОЗНОЕ КРЕСТЯНСТВО В своем докладе 6 ноября 1943 года сказал «Если на третьем году войны наша армия не испытывает недостатков продовольствия, если население снабжается продовольствием, а промышленность сырьем, то в этом сказались сила и жизненность колхозного строя, патриотизм колхозного крестьянства». Организуем всесоюзное социалистическое соревнование в борьбе за высокий урожай. Замечательные вести идут с фронта. Родная Красная Армия одерживает победу за победой, очищая нашу советскую землю от немецко-фашистских захватчиков. И нет у нас иного желания, иной заботы, как трудом своим поддержать наступление на фронте, помочь Красной Армии окончательно разгромить и уничтожить ненавистного врага. Будем неустанно бороться с сорняками путем своевременных прополок посевов, междурядной обработки пропашных культур, обязательного скашивания сорняков до их цветения на межах, канавах, обочинах дорог. Для контроля за качеством полевых дорог привлечем опытных колхозников. Полностью использовать местные удобрения. Без этого немыслимо повышение плодородия земли. 5 мая – день большевистской печати. Приближается 5 мая – праздник большевистской печати. Этот день стена и печать района должна встретить повышение своей роли организатора борьбы за успешное завершение весеннего сева. Стена и печать должна взять под свой неустанный контроль работу каждого тракториста, колхозника на севе, постоянно освещать производственные успехи и недостатки бригад из Вениев, помочь правлением колхозов и руководителям МТС и совхозов, повседневно крепить трудовую дисциплину. 5 мая 1912 года вышел первый номер большевистской ежедневной газеты «Правда», созданной по указанию Ленина и инициативе товарища Сталина. В честь первой ежедневной рабочей газеты день ее выхода, 5 мая, решено считать днем праздника рабочей печати. На фронтах Отечественной войны. Юго-западнее города Нарва немцы 20 апреля атаковали наши войска, занимающие плацдарм на западном берегу реки Нарва. После сильной артиллерийской подготовки крупные силы вражеской пехоты при поддержке танков и самоходных орудий двинулись в атаку. Гитлеровцы, по-видимому, рассчитывали одним ударом смять нашу оборону, но просчитались. Советские бойцы успешно отразили все атаки противника. Уничтожено до 2000 солдат и офицеров противника. Юго-западнее города Тарнополь советские части выбили противника из нескольких населенных пунктов. Наши бойцы захватили 15 орудий, 82 пулемета, 800 винтовок и автоматов, много снарядов и патронов. Благоустройство хутора Встречая 1 мая колхозники колхоза «Ленинский путь» провели большую работу по благоустройству территории колхоза. В центре хутора установлены бюсты Верховного главнокомандующего маршала Советского Союза товарища Сталина и его сподвижника Вячеслава Михайловича Молотова. Произведена посадка фруктовых и декоративных деревьев. Демонтированы старые и установлены новые изгороди. На животноводческой ферме произведена также посадка деревьев и очистка от мусора при фермерского участка.